Сырость, плесень, прорастающая трава и вонь в обоих подъездах. Всё это, по словам жителей, последствия многочисленных аварий из-за засоров и протечек труб двухэтажки на верхней террасе. Одна из последних неполадок доставила собственникам квартир немало неприятностей. Несколько дней нельзя было включать воду. Особенно вот эти вот три дня, мы не поесть, приготовить, не помыть, не в туалет сходить. Нам нельзя было, потому что всё идёт туда. Жалуются собственникам квартир и на сгнившие из-за постоянной сырости деревянные лестницы. Испорченный и так уже не первой свежести ремонт после частичной замены труб, а также систему водоснабжения. Главной проблемой в доме жители считают стояк, который не меняли с момента постройки. Он потекает и весь заржавел. Чтобы решить проблемы, жильцы регулярно обращаются в управляющую компанию, но в большинстве случаев работой недовольны. Вот у меня, например, целая куча заявок 100-летней давности, которые не выполняются в любом случае. Тут и относительно и внешнего вида, и деревянных этих наших полов и лестниц, а также и подвала. Чтобы решить накопившиеся проблемы, жители организовали общее собрание жильцов с представителями администрации и управляющей компанией. Однако первые не пришли, а вторые послали гонца. Юриста, который только записал вопросы жителей дома. Руководитель не смог прийти, у него форс-мажор. И, к сожалению, вызвали другое место. Вот я пришёл предварительно пообщаться с жителями, также разместить извещение о будущем собрании собственников. Чтобы прояснить ситуацию, мы связались с руководителем управляющей компании «САМИ». Как нам рассказали, всё ремонтируют по плану, согласованному с жителями. Например, на следующей неделе планируют заняться лестницами. Мы их обслуживаем на те деньги, которые они дают. Обслуживаем в тех рамках, которые они нас обеспечивают. Что касается работ, предусматривающих капремонт, а это модернизация кровли, фасадов, инженерных сетей, то управляющая компания может их проводить только по дополнительному решению жителей. Если решение жителей будет и захочет, чтобы мы оперировали этими деньгами, которые они будут складывать на капитальный ремонт, и выберут это общим собранием, то мы сможем этими деньгами распоряжаться. Подобные инициативы жители дома не проявляли. А из плана капремонта, в рамках которого проводят модернизацию, дом исключили в 2015 году. Буквально перед началом запланированных работ. Двухэтажки Ножиковского, в том числе и дом номер 89, хотели снести, а жителей переселить. Однако в 2021 году решение отменили. Вставать снова в очередь на капремонт собственникам квартир при желании придется самостоятельно. Необходимо подать жителям данных домов заявление на комиссию о постановлении необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Для этого им нужно, помимо заявления, принести заключение об износе конструктивных элементов многоквартирного дома, составленного специализированной организацией. Также в администрации пояснили, что ответственность за возможные происшествия и несчастные случаи, связанные с неполадками дома, несут управляющая компания, которая должна два раза в год проверять состояние здания и сообщать собственникам жилья о необходимых работах, а также жильцы, которые, в свою очередь, должны принять решение, ремонтировать неполадку или нет. Так что, если, например, начнет рушиться фасад и на кого-то упадет кирпич, то виновата будет либо управляющая компания, либо жители, закрывшие глаза или не имеющие возможности решить проблему. Получается, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих, а состояние жилья – забота его собственников.